Ну а мы подходим к перекрестку и вышли на перекресток улицы Льва Толстого и улицы Промышленной. Здесь, наверное, мы остановимся. Я хочу обратить ваше внимание, вот здесь сейчас находится въезд на территорию, значит, бывшей первой городской электростанции. Про нее мы сейчас говорить не будем, она, в общем-то, ну просто была построена на берегу Аби, а она никак с... Ну единственное, с Аби была связана тем, что тут же водопроводная станция была, и поэтому высокие грунтовые воды позволяли, значит, выкачивать большое количество воды, потом это по городу расходилось. Вот, а в дальнейшем это, значит, первая электростанция и вся вот эта территория была отдана Барнаульскому грузовому порту. И вот я с одним местным сторожилом тут, значит, разговорился, и он мне пытался, значит, доказать, что вот это здание электростанции, это кузница. Ну, наверное, да, это была, впоследствии это была кузница, вот, ну как раз-таки грузового порта, где производился ремонт грузовых деталей, безусловно. И вот территория грузового порта, она начиналась вот примерно отсюда, даже вот там вот чуть пораньше, и тянулась туда, до самого устья Барнаулки. То есть это огромная территория, на ней было несколько зданий, было управление порта. Ну и, соответственно, стояли огромные краны. Ну, краны назывались Ганза, так называемые, значит, портальные краны. Кто-то говорит, что они венгерские, кто-то говорит, что они немецкие, ну, то есть привезенные из Европы. В любом случае, иностранные краны, вот они как раз использовались для погрузки-расгрузки речных судов. Ну, а поскольку грузовой порт, естественно, ну, должен был как-то разгружаться-загружаться, к нему была проведена железнодорожная ветка, вот вы можете видеть рельсы, заросшие, то есть вот тут переезд, да, немножко тут вот есть. Там дальше вот какие-то еще рельсы тут есть, то есть мы когда шли по промышленной, их можно было, в принципе, увидеть. Ветка, конечно, была построена еще очень сильно раньше, чем появился ковш. То есть это было сделано еще в 20-е годы, когда здесь были просто пристани, и ветка была к ним. Но, тем не менее, впоследствии, именно когда ковш появился, а ковш был напрямую связан как раз-таки с потребностями зимовки судов и грузового порта, вот именно тогда эта ветка, конечно, получила на этом участке наибольшую загрузку, собственно, по ней все это и провозилось. А сейчас она, конечно, сохранилась просто как артефакт ушедшей эпохи, потому что, к сожалению, грузовой порт закрылся, и его территория сейчас активно используется для других целей, а именно она передана под застройку.